Давайте вопрос потом, потому что на многие вопросы ответ будет в лекции, так что я попрошу там Юсефу и доктор Лиму, как бы отслеживать вопросы, ладно? Обязательно. Да, чтобы в конце они были. Давид, мы можем начинать? Давид, начинаем. Все, да, начинаем, да? Да, громче немножко только. Итак, значит, гиперактивность у детей. Сначала определение. Гиперактивность – это расстройство поведения ребенка, характеризующиеся активностью, повышенной активностью и возбудимостью. Ребенок с гиперактивностью, не усидчив, не слушается, не сидит на месте. Ему трудно быть спокойным и заниматься делом достаточно спокойно. Сразу скажу, что есть половое различие в кратности гиперактивности. Мальчики примерно раз в шесть страдают гиперактивностью чаще. Теперь сразу всегда причины гиперактивности – это патология беременности и родов. Только невозможно, чтобы появилась гиперактивность вдруг там в каком-то возрасте достаточно взрослым, если до этого было все хорошо. То есть патология во время течения беременности, гипоксия плода, угроза прерывания беременности, стрессы во время беременности – это тоже патология беременности. То есть если там с животом все нормально, но беременная находится в постоянном стрессе, это надо считать патологией беременности. Неправильное питание – значит, вредные привычки будущей мамы. Курение, алкоголь, ну о наркотиках я как бы тоже даже не говорю. Первое. Второе – это патология родов. Значит, затяжные или стремительные роды. Иногда, кстати, вот услышите меня тоже, вообще не только связанная ситуация, связанная с гиперактивностью, но и вообще патология во время родов. Иногда общаешься с родителями, вот, и начинаешь выяснять, как проходили роды, и мама говорит, ой, все замечательно. Мы за 15 минуты родились. Вот. Это не замечательно. Это стремительные роды, которые являются патологией. Ребенок, рожденный быстро, это ребенок травмированный. Значит, ситуация возникновения гиперактивности, они проявляются практически в течение первых двух-трех лет жизни ребенка. Но все дело в том, что родители начинают бить тревогу поздно, потому что ребенок в новорожденном возрасте, вот, его состояние плача, его, вот, ситуация, когда он путает день и ночь, ситуация, когда ребенок требует, не может лежать ночью, нет ночного перерыва, ночного сна, а постоянное беспокойство, постоянная просьба еды. Вот. Буквально вчера я разговаривал с семьей, где родители считают, что у них ребенок все в порядке, все замечательно, но мама вдруг неожиданно проговорила, что вот они всю ночь там каждые 45 минут вынуждены этого ребенка кормить, потому что он не лежит, он беспокоится. И вот они его каждые 40 минут вынимают из кроватки, кормят, качают, кладут, его хватает буквально там на несколько минут, все начинается сначала. Поэтому это, естественно, не норма. Вот это вполне может быть началом вот этого вот синдрома гиперактивности. Значит, кроме этого, и такие состояния, как беспокойство, неусечивость, импульсивность, вот, игнорирование правил поведения. То есть вот эта вот ситуация, когда родители говорят, ребенок просто игнорирует это дело. Вот. Сложенность с организацией деятельности. То есть такого ребенка невозможно заставить что-то делать какое-то время. Да, он не будет. Он будет все раскидывать, он будет, в чем это, вот, мы будем говорить чуть позже, немножечко о другом. И там другая клиника, поэтому я заостряю ваше внимание на то, что вот при гиперактивности ребенок не просто отказывается, а он это все как бы агрессивно раскидывает, выкидывает, бросает. Вот. Дальше. Забывчивость и склонность терять вещи. Вот это, как бы, довольно часто не замечается, говорят, ой, у нас папа тоже рассеянный, поэтому он в папу. Ничего подобного. Вполне возможно, что у пап тоже такие же симптомы, вот, но это не генетически закрепленное, а это особенность развития беременности и родов. Проблема со сном. Вот то, что я говорил, это тоже имеет значение. Дальше. Я понимаю, что очень сложно заподозрить такое состояние у детей новорожденных, но есть определенные признаки. Первое. Это такие дети особо чувствительные к различным раздражителям. Например, искусственный свет. Вот если ребенок, скажем, новорожденный, и вы включаете резкий свет, допустим, в глаза, он начинает плакать сразу. Вот. Это может говорить о наличии такого симптома. Звуки. Вот. В этой ситуации ребенок начинает громко плакать, начинает очень быстро просыпаться. Даже во сне ребенок спит, и вот меняется свет, допустим, включается, и ребенок реагирует. То есть просыпается, начинает плакать и так далее. Это является показателем того, что может быть синдром гиперактивности. Они немного отстают. В отличие от тех детей, о которых мы говорили ранее, для ЦП, нейроинфекции и так далее. Такие дети в физическом развитии отстают немного. Но если есть сочетание, допустим, реакция на звук, на свет и плюс небольшое отставание в физическом развитии, это должно насторожить. Особенно должно насторожить отставание в речевом развитии, что, кстати, у наших детей встречается очень часто. И плюс движения ребенка очень часто хаотичны. Вот уже где-то в возрасте, ну, скажем, 4-5 месяцев, когда ребенок должен, ну, конкретно тянуться к игрушке, взять ее, фиксировать в руках, Если этого не происходит, движение рук хаотичны, ребенок не может ухватить игрушку, вот при этом тонус мышечный нормальный, вот это может подсказать родителям, что не все в порядке с его вот гиперактивностью. Соответственно, диагноз у медиков, у врачей ставится, к сожалению, поздно, потому что там предлагается определенное тестирование, которое реально может проводиться у детей в районе 5-6 лет. Поэтому диагностика этого состояния до 5-6 лет полностью лежит на внимании родителей. И вот если вы сейчас, я так подозреваю, что будет действительно шквал вопросов и шквал индивидуальных каких-то моментов, связанных с диагностикой, Поэтому давайте все это дело мы систематизируем и оставим потом. Скажу сразу, что электроэнцефалограмма как метод исследования и постановки диагноза гиперактивности находится практически на последнем месте. Оно не очень информативно, и если нет при этом эпиактивности, то есть склонности к эпилепсии, электроэнцефалограмма ничего не покажет. Поэтому сразу хвататься за обследование вот на аппаратах абсолютно не нужно. Теперь, есть еще один диагноз, который путают и который не является одними тем же. Речь идет о так называемом синдроме дефицита внимания. Это совершенно другое. Совершенно другой диагноз, совершенно другая клиника и совершенно другие причины его возникновения. То есть синдром дефицита внимания в сочетании с гиперактивностью – это совершенно другое заболевание. Значит, в чем разница? Дети с синдромом дефицита внимания, они не могут сконцентрировать внимание на чем-то одном. Они могут быть неактивны, они могут быть усидчивы, они могут быть, наоборот, вялы в своем поведении. Но если мы попросим ребенка, ну, скажем, во что-то там поиграть, что-то собрать, или даже элементарно собрать пирамидку, ну, да, одно в другое, там, кольца, он не сможет это сделать. То есть у него, он будет отвлекаться, он будет заниматься чем-то другим, он будет переключать свое внимание. Вот это состояние абсолютно разное. Оно проявляется не сразу. И причиной этого состояния является нарушение, связанное с корой головного мозга. То есть вот здесь уже ситуация может быть не связана с беременностью и родами, а связана с тем, о чем мы говорим достаточно часто, в том числе нейроинфекции, в том числе воспаление коры головного мозга, в том числе вирусная ситуация. Вот. И поражаются определенные участки коры головного мозга, а именно мозжечок, таламус, и ситуация, которая вызывает поражение определенных участков полушария коры головного мозга. Ну, район, скажем, первого желудочка и так далее. То есть причины совершенно другие. И чаще всего синдром дефицита внимания проявляется в определенных периодах детского возраста. То есть в период, когда у ребенка возникает вот такой скачок, а именно в три года, когда обычно отправляется в детский садик, в пять-шесть лет, когда у ребенка начинает формироваться вот такой период активного роста, в семь-восемь лет, когда ребенок идет в школу, резко возрастает физическая нагрузка, и в период полового созревания. То есть вдруг мы можем, вот это, в отличие от гиперактивности, мы можем увидеть вдруг, то есть родители замечают, что ребенок вдруг перестал на чем-то сосредотачиваться. Обычно это расценивается как какие-то дефекты воспитания, как какие-то дефекты обучения, вот, начинается давление на ребенка, начинается там применение каких-то карательных мер, вот, на самом деле здесь ситуация абсолютно не связанная с воспитанием, а связанная с особенностями развития его нервной системы. Не существует несколько типов синдрома дефицита внимания, а именно, когда преобладает дефицит внимания, то есть это то, о чем я говорил. Второе, когда преобладает гиперактивность, то есть у ребенка есть гиперактивность, вот, и при этом есть, вот, именно дефицит внимания, то есть сочетание. Дальше, когда в равной степени есть и то, и то, то есть и дефицит внимания, и гиперактивность. Гиперактивность, значит, кроме того, есть группа детей, она не очень большая по сравнению с другими, но, когда дети, вот, задумчивые, спокойные, вот, там смотрят в одну точку, но, тем не менее, они не могут ничего делать. И вот здесь очень важно дифференцировать, то есть различать детей вот с таким синдромом дефицита внимания с малыми эпилептическими припадками. То есть, если ребенок зависает, это малая форма эпилепсии. Если ребенок просто вот, ну, как бы так концентрируется и такой спокойный, ему как бы все равно, чего вы там пытаетесь ему навязать, ему абсолютно без разницы, вот, он как бы, да, занимается весь в себе, вот, на самом деле это может быть любимый, да, наш аутизм, на самом деле это может быть просто определенная форма синдрома дефицита внимания. И здесь очень важно выявить это как можно раньше. Возникает вопрос, как это сделать, и вот здесь очень важно индивидуальный подход. То есть, нам важно разговаривать с мамой и с ребенком и выявлять, когда это происходит, потому что синдром дефицита внимания, он чаще всего возникает не постоянно, а в определенные периоды, ну, скажем, ребенку, ребенок устал, ребенок постоянно, как бы, да, вот, вынужден заниматься, у него нет разнообразия в сфере деятельности. Дальше, ребенок, он определяет вот этот синдром дефицита внимания, какой-то деятельности, а если мы ему предложим что-то другое, он с удовольствием этим займется, пусть даже ненадолго. Вот это вот характерные черты, которые отличают ребенка с дефицитом внимания. И вот здесь очень важно, почему выявление этого диагноза, потому что, как я уже сказал, мы начинаем воспитывать такого ребенка чисто психологически, давление, возникают проблемы там в школе, в детском саду, и вместо того, чтобы спокойно и плавно попытаться исправить эту ситуацию и восстановить психологическое такое состояние ребенка, привести его в норму, мы приводим к срыву, причем к эмоциональному срыву, который может резко изменить поведение ребенка социальное, вызвать агрессию, вызвать непослушание, и уже в подростковом возрасте это кончается очень плохо, а именно ну вот социальные нарушения, когда привлекаются там органы правопорядка и так далее, вот проводились исследования у детей подростков, которые оказывались в исправительных учреждениях, в колониях, в исправительных домах и так далее, и у очень большого процента детей они вышли вот из детей синдром дефицита внимания, поэтому здесь очень важно на ранних стадиях выявить такое состояние, в младшем дошкольном и дошкольном возрасте синдром дефицита внимания, он проявляется ну то, с чем, собственно говоря, мы довольно часто сталкиваемся, это беспокойство, отсутствие дисциплины, какие-то вспышки, немотивированные гневы и злости без причин отсутствия желания завершить какое-то начатое дело, нежелание подчиняться правилам, скажем, в игре или в каких-то какой-то деятельности и довольно часто возникает чрезмерно активная моторика, то есть вот я думаю, что родители некоторые узнают ту клинику в своих детях, потому что часто обращаются, когда очень активная моторика, то есть ребенок не может остановиться в каких-то своих действиях, скажем, руками или ногами, да, вот постоянные действия ему сложно остановиться, такие дети они практически не понимают, что представляют опасность для себя или для окружающих, у них отсутствует чувство опасности, они могут выбегать на дорогу, они могут забираться на какие-то высокие места и так далее, да, значит, и вот здесь очень важно понимание родителей, потому что я прекрасно понимаю, насколько это тяжело, родители не выдерживают, они становятся, как бы, да, по отношению к детям раздражительными, и круг замыкаются, то есть ребенок в ответ на такое поведение родителей да, уходит в состояние агрессии, и вот грань между нарушением вот этого вот возникновения синдрома дефицита внимания и вернее синдрома дефицита внимания гиперактивности и синдрома агрессии, она очень тонкая, и пусковым механизмом практически всегда является поведение взрослых по отношению к этому ребенку, и вот здесь ну можно дать такой совет сразу, потому что начнут спрашивать, вот, что делать, если родитель ну на пределе не выдерживает, так вот, я могу дать совет практически, надо просто уйти, то есть надо просто как бы, да, поменять, если там мама не выдерживает, да, надо, чтобы ребенка в этот момент был папа, который там пришел, отдохнул, в состоянии выдержать, а маме пойти успокоиться, ни в коем случае нельзя срываться на ребенка, и даже показывать ему ваше раздражение. Все, если это ребенок почувствует, вы получите уже совершенно другие изменения в поведении ребенка. Кроме этого, сопутствующими состояниями в таком симптоме бывает довольно часто энурез, то есть, когда ребенок писается в достаточно большом возрасте, причем не только ночью, но и днем, и вот, когда есть сочетание синдрома дефицита внимания, гиперактивности и энуреза, то не надо искать других причин энуреза, понятно, что это связано с этим. Задержка речевого развития, то есть, если ребенок при такой клинике, о которой я говорил, не хорошо, не полноценно говорит, это проявление вот этого состояния ничто другого. Тики, то есть, мышечные подергивания мышц лица, моргания, дергивания носа, вот такое часто сопровождается, покашливание, скандирование слов, то есть, когда ребенок повторяет одно и то же одни и те же слова несколько раз, подергивание плечами, вот такое состояние. Теперь, если ребенок школьного возраста и в, скажем, правописании он совершает постоянно одни и те же ошибки, это тоже может быть признаком вот этого вот состояния развития, то есть, его начинают заставлять, его начинают требовать дополнительных занятий и все усугубляется и так далее. Соответственно, возникают вопросы прежде чем мы с вами начнем говорить, что с этим делать, я вот расскажу заодно, я так понимаю, что отпадут несколько некоторые вопросы сразу о тех мифах, которые ну вот передается то, о чем мы говорим из уст в уста, иногда даже я никого не хочу там осуждать, никого не хочу обвинять в некомпетентности, но довольно часто публикуются в каких-то изданиях, в какой-то литературе и являются такими расхожими взглядами на эту проблему, на самом деле это мифы, и вот мы сейчас обговорим эти мифы, которые не являются истиной, итак, миф первый говорится о том, что гиперактивность и синдром дефицита внимания с гиперактивностью это одно и то же. Ничего подобного. Две разновидности и две проблемы, как я уже говорил еще раз хочу подчеркнуть, что разные причины, разная клиника и разные как бы разные последствия из этого. Значит, миф второй, что синдром дефицита внимания это синдром ничего подобного, это болезнь, которая является следствием поражения определенных участков коры головного мозга, которые являются как бы следствием, но определенных причин, в частности нейроинфекции, в частности недоразвития, в частности изменения внутричерепного давления и так далее. Значит, третий миф несоответствующий действительности, то, что синдром гиперактивности это психическое заболевание, ничего подобного, это заболевание неврологическое, поэтому если вашего ребенка посылают к психиатру, то это не тот специалист, который в этом разбирается, и не психолог, это этим занимается невропатолог, по идее, да, вот, поэтому он должен наблюдать ребенка, ну, и грамотный педиатр, который понимает вот разницу в том, что я сейчас сказал. Дальше, следующий миф о том, что синдром гиперактивности это генетическое заболевание, ничего подобного, не передается это по наследству, и если папа не может усидеть на месте, его, так сказать, шило в одном месте, то ребенок совсем не обязательно будет таким, не надо по этому поводу волноваться. Значит, сейчас стал популярный еще один миф современный о том, что нарушение внимания это результат неумеренного использования компьютеров, гаджетов и так далее, и так далее, ничего подобного, никакого отношения к этому не имеет, наоборот, есть определенные программы, которые можно использовать в качестве лечебных моментов, в качестве воспитания у ребенка усидчивости, концентрации внимания, поэтому современные технологии мы вполне можем использовать в лечении этого проблемы. Следующий миф в том, что четких критериев не существует. Существуют критерии, существуют отличия, и вот сейчас я попробую вам еще раз четко различить дефицит внимания и гиперактивность. Итак, чем все-таки они отличаются? Опять же, для того, чтобы мы это уяснили, те, кто слушают мои лекции периодически, они знают, что я довольно часто возвращаюсь к тому, говорю одно и то же, просто исключительно для того, чтобы разделить и поставить это все по полочкам, разложить, чтобы было понятно, потому что я понимаю, что родители, аудитория не подготовленная, а учитывая то, что сейчас я так понимаю, что я напугал, я вижу по лицам, которые мелькают, по испуганным, напугал всех родителей как следует, значит, давайте разделим все-таки, да, итак, дефицит внимания, прежде всего, это часто проявляющиеся неспособность следить за деталями, совершение ошибок в школьной программе, в школьной работе или в какой-то деятельности, не удается заниматься долго одной и той же деятельностью. Ребенок не слушает то, о чем ему говорят. Вот здесь надо обратить внимание, чтобы вас услышали. Кстати, это очень часто делают и взрослые, они не слышат, что им говорят, и это тоже одно из проявлений синдрома дефицита внимания. Кто сказал, что этого нет у взрослых? Это гораздо чаще, чем мы думаем, на самом деле. Дальше. Ребенок не способен следовать каким-то правилам, каким-то инструкциям и завершить начатую работу. Особенно это раздражает учителей в школе. И надо говорить о том, что это ребенок не дефективный, ему не требуется каких-то специальных школьных учреждений, школьной программы. у него просто симптом дефицита внимания. Значит, дальше. Ребенок с дефицитом внимания часто избегает или не любит таких заданий, как какая-то работа, которая требует от него дополнительных умственных усилий. То есть, он не любит напрягать свои мозги, грубо говоря. его начинает раздражать, но на первых порах он стремится уйти. Я думаю, что вы часто сталкивались с ситуацией, когда начинаешь ребенка как-то заставлять о чем-то подумать, а он начинает уходить, начинает переводить вас очень хитренько на что-то другое. значит и дальше ребенок легко отвлекается на какие-то внешние другие стимулы, вот, и ребенок забывает, он действительно забывает. Теперь гиперактивность, синдромы гиперактивности, беспокойство, неусидчивость, частые активные движения конечностями, руками и ногами, покидает свое место в комнате, да, в группе, то есть, если ребенок с дефицитом внимания будет сидеть, но отвлекаться, то ребенок с гиперактивностью просто встанет и уйдет. Понятная разница, да? Дальше. Часто какие-то активные действия, ему нужно куда-то бежать, куда-то залезать, куда-то где-то прыгать, вот, куда-то карабкаться, вот, если его ограничить, то у него начинает возникать чувство беспокойства. Вот, значит, кто-то начинает задумываться, да, уже хорошо, уже не зря я это дело говорю. Значит, дальше. Часто неадекватно активность в играх. Ну, например, да, если, скажем, какая-то игра, которая, ну, требует какого-то умеренного движения, скажем, ну, допустим, там, жмурки, например, да, то ребенок, вот, играя, он начинает носиться так, что там крушит все, что попадает ему под руку, то есть неадекватно себя ведет. Значит, ну, и, соответственно, как мы говорили, чрезмерная активная моторика, то есть, вот, он должен что-то постоянно вертеть в руках, какие-то предметы, чем эти предметы, не, он даже может пораниться этими предметами, ударить себя, ударить кого-то из близких и так далее. Третий признак, который мы должны отличать, это импульсивность, это черта характера, мы об этом еще не говорили, это не патология, это особенность, как сказать, это особенность, ну, характера ребенка, вот это может передаваться по наследству, как отличить, ну, например, ребенок часто отвечает до того, кстати, не только ребенок, вот это, кстати, мы можем наблюдать и у взрослых, я так думаю, что сейчас многие скажут, о, у меня и папа такой, и сын такой, вот, то есть, он отвечает еще до того, как вопрос задан, ой, это я знаю, я знаю, я уже готов, все, да, синдром отличника так называемого, значит, такой ребенок не способен ждать, допустим, если ему говорят, вот, подожди, мы сейчас купим тебе эту игрушку, ну, давай, вот сначала там продукты купят, нет, он ждать не будет, он будет требовать от мамы, пойдем, купит, плевать на твои продукты, я хочу, да, это импульсивность, дальше, прерывает других, то есть, требует внимания к себе, готов влезть в любой разговор, начинает дергать, не может стоять на месте и так далее, часто и много разговаривает, как бы неадекватно, когда это не надо, да, ну, например, там, скажем, высказывает свое мнение грубо, да, когда его об этом никто не спрашивает, вот это состояние, которое является, еще раз напоминаю, не относится к тем моментам, о которых мы говорили, но является чертой характера, да, то есть, это, ну, скажем, особенность эмоциональной сферы, развитие эмоциональной сферы. Здесь можно дискутировать, надо это исправлять, не надо это исправлять, может, как-то это корректировать, вот, но лечить это не надо точно, да, то есть, мы не, это вот есть, я не буду в это влезать, есть холерики, да, вот это вот группа людей, относящихся к эмоциональной группе холериков, которые вот эмоции как бы вот, да, вылезают. Это никакого отношения ни к гиперактивности, ни к синдрому повышенного внимания, повышенного нарушения внимания не относится. значит, еще вернемся к тем мифам, о которых вот часто, ну, может быть, реагируют и часто воспринимают. Говорят, что при синдроме двигательных нарушений, при гиперактивности страдает интеллект, не страдает. вот здесь мы с вами опять же, да, говорим о том, это скорее педагогическая проблема, когда педагоги начинают говорить, вот, у ребенка снижен интеллект, ему надо какую-то коррекцию, не надо. Эти дети с нормальным интеллектом, они способны на, скажем, достаточно большие достижения в этом плане, и как только нам удастся стабилизировать поведение ребенка, мы с вами увидим, насколько он интеллектуально высок. Значит, следующий миф, это касается лечения и лечения психостимуляторами. Ничего подобного. В этом случае не нужно давать никаких психостимуляторов, потому что ни интеллект не нарушен, ни психических расстройств в этом случае нет. и здесь вытекает другой миф о том, что лекарств не надо давать совсем. Здесь я тоже не могу с этим согласиться. Препараты давать надо, но это очень дифференцировано. Здесь очень хороши подбор препаратов гомеопатии. вот вот это наверное следующая наша тема. Я не буду ее сейчас озвучивать, иначе мы еще на один час застрянем, потому что подбор гомеопатических препаратов это очень индивидуально. и вот здесь по результатам и по опыту мировых неврологов и мировых гомеопатов очень большой опыт лечения таких детей гомеопатическими средствами и фитотерапией. Ну, я думаю, что это отдельная тема, и я даже не буду наверное сейчас это обсуждать. Давайте неделю может быть подождем. Если вопросы будут, то мы об этом будем говорить. То же самое касается наотропов. Возвращаясь к прошлому нашему препарату, прошлой нашей лекции, здесь говорить о том, что они очень хорошо лечат или совсем не лечат, тоже невозможно, потому что это очень индивидуально. Здесь нужно каждому ребенку подбирать определенное лечение. Вот. И опять же говорить о том, что вот эти синдромы пройдут сами, то, что ребенок перерастет, не перерастет, наоборот, это будет нарастать только. И я думаю, что вы знаете, если вы так сказать, сейчас подумаете, вы знаете взрослых людей с такими симптомами, с такой патологией, и жить с ними невозможно, находиться с ними в одном обществе крайне затруднительно, да, и вот это вот следствие нелечения в детском возрасте, или, может быть, кто-то не обращал внимания. Значит, ну вот, наверное, надо оставить место для вопросов. Я думаю, что вы скажем так разобрались немножечко. Основная задача сегодняшней лекции, наверное, это, скажем, вот погнать волну, чтобы вы задумались, обратили внимание и посмотрели на своих не только детей, а на свое окружение немножечко под другим углом зрения. Ну, очень надеюсь, что мне это удалось. Аркадий, здравствуйте. Можно вопрос, да, вам? Да, да, да. Я, конечно, вообще слушаю просто с открытым ртом, я узнаю своего ребенка где-то отчасти еще сейчас, где-то основная масса в прошлом, и я понимаю, что на самом деле очень тонкая грань стоит вот именно в правильности постановки диагноза между аутизмом и гиперактивностью и синдромом дефицита внимания, насколько вот, ну, видимо, врачи не всегда правильно выставляют эти диагнозы, соответственно, назначают лечение. Вот скажите, пожалуйста, вот если речь идет... секунду, прежде чем задашь вопрос, я уточню и объясню. Я уже сказал, проблема не в том, что врачи неправильно... Тих, 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 что врачи неправильно реагируют. Не те врачи, это не проблема психологов, психиатров и педиатров, это проблема неврологов. К сожалению, не всегда вот эту тонкую грань видят. Для этого нужно, ну, скажем, задуматься прежде всего. Извини, я тебя перебил, давай вернемся к твоему вопросу. Да, вот смотрите, если речь идет о гиперактивности, да, возможно, даже вот синдроме дефицита внимания, то есть и то, и то. Нарушения речи, они же могут быть присущи этому диагнозу. И получается, когда это пролечивается, то налаживается и речевая, ну, деятельность аппарат речевой. Значит, да, но есть один момент. Дело все в том, что, смотри, за тот период, пока была нарушена речь, немножечко изменился мышечный аппарат речи. Поэтому надо нагонять вот это то, о чем постоянно говорит Давид, когда приезжаю, да, вот когда мы лечим, а то постоянно говорит Исефа. То есть и то, что мы делаем, да, в момент лечения, надо нагонять. Поэтому занятия с логопедами, они нужны. Они не направлены на восстановление речи, они направлены на стимуляцию мышечного аппарата. То есть мы даем возможность мышцам быстрее смочь восстановить речь. То есть мы говорим о разных вещах. одно дело, когда кора головного мозга способна эту речь дать. Сформировать. Разные нарушения. Это разное нарушение речи, да. Да, это возможности работы мышц. Вот это немножко разные вещи, это немножко разные приемы лечения. Я поняла. Спасибо большое. Смотрите, вот первый вопрос, который там был, если можно, давайте, почему появляется в основном к вечеру гиперактивность? Нами как бы руководят, регулируют все наши действия две нервные системы. Вы про это все прекрасно знаете. Есть так называемая центральная нервная система, да, есть вегетативная нервная система. и, например, когда мы с вами там спим или там мы с вами дышим или мы там с вами еще что-то такое, какие-то делаем вещи, которые нам не нужно самостоятельно там отслеживать, вот, например, чтобы взять, развить мелкую моторику, мне нужно взять что-то мелкое, да, тут должна включиться кора головного мозга. В некоторых процессах нами руководит вегетативная нервная система. в ситуации, когда кора головного мозга должна отдохнуть, их в сутках существует, ну, как бы несколько, да, в том числе и ночь, но, в принципе, превалирует вегетативная нервная система рано утром, где-то в районе четырех часов утра и поздно к вечеру. Именно поэтому, когда кора немножечко уходит на отдых, ребенка проявляются вот эти вот синдромы, там, двигательной активности, гиперактивности. Это самоеброзное проявление усталости центральной нервной системы, поэтому это происходит к вечеру. По поводу лечения, значит, действительно, мы поговорим о препаратах, которые можно использовать, но я хочу, чтобы вы поняли, что основной момент, это момент работы с ребенком чисто психологически, то есть, вот, может быть, я не знаю, есть ли смысл говорить об этом отдельно, и, наверное, это надо не сэйфи, потому что это связано с ситуацией в семье, то есть, это общение, это какие-то приемы, тормозящие вот этого ребенка, это отвлечение, это внимание, вот, я думаю, что здесь, да, вот массаж действительно, как фактор успокаивающий, и чем делать массаж, мы поговорим, потому что это можно использовать определенные масла, как элемент фитотерапии, вот, мы об этом поговорим, вот, водные процедуры, особенно, если ребенок любит, и вода его не возбуждает, то это может быть водные процедуры, причем не обязательно ванны перед сном, а это может быть, скажем, игры в воде или с водой очень часто успокаивают, и здесь я не могу давать, не буду давать общие рецепты, потому что это очень индивидуально, потому что кого-то успокаивает слово, кого-то успокаивает медитации, кого-то успокаивает вода, кого-то успокаивает, скажем, очень хорошо, вот здесь задумайтесь, отвлекает и переключает, как ни странно прозвучит, домашнее животное, вот я знаю очень много семей, которые решили эту проблему, приобретя ребенку домашнее животное, он получает ощущение психологической ответственности за кого-то другого, то есть он понимает, что от него кто-то зависит, не он зависит от всех взрослых, что очень раздражает, а есть кто-то, кто зависит от него, и это абсолютно меняет, довольно часто это абсолютно меняет его поведение, вот Вова Настя там вытащила предмет, предмет, о котором я говорю, да, вот подумайте об этом, это очень индивидуально, я готов, я думаю, что доктор Рима тоже, мы готовы ИСФ обсуждать с каждой мамой, с каждой семьей вот эту ситуацию и подбирать те моменты, которые способны вот эту ситуацию изменить, но прежде всего надо понять, что с ребенком, я думаю, сейчас я у ИСФ спрошу, я думаю, я дал достаточно точек, от которых нужно отталкиваться, чтобы понять, что происходит с ребенком, ИСФ я прав, нет? Ну, большую часть да, просто надо смотреть, там действительно есть варианты, потому что ребенок ведет себя тем или иным образом в зависимости от того, где у него есть повреждения, то есть если это гиперактивность, то повреждения довольно минимальные, если к этому добавляются еще какие-то явления, то скорее всего есть более широкие, так сказать, повреждения, и в зависимости от этого надо смотреть, что с этим делать. Вот я и говорю, что индивидуально это зависит от того, поэтому как бы, да, вот родителям такой общий посыл, да, теперь нужно просто разбираться. Ну, в общем, да, поэтому действительно, если, так сказать, я смотрю тут прям энтузиазм насчет гомеопатии и прочего, так что давайте действительно в следующий раз сделаем такую лекцию. Мы так и планировали. Ага, вот и замечательно. Небольшое обычное дополнение от меня. Не будем забывать без этого, конечно. Живет и в вакууме в семье, и то, что там происходит в семье, отражается на нем, особенно, когда мы говорим про гиперактивность и подобное проявление, когда обстановка в семье напряженная, даже если внешне как бы это не проявляется, это проявляется гиперактивность ребенка. Причем, это не то, что мы придумали, это совершенно обычная, известная данность, не зря еще Агния Барто говорила, что когда ребенок нервно лечить, надо маму. Поэтому делать акцент только на состоянии ребенка можно, но это будет неправильно. Нет, тут, скажем так, среди наших детей, которых мы знаем, есть довольно немного детей, у которых чистая проблема стресса. То есть все они имеют какие-то комплексные проблемы, и в общем с каждой частью этого комплекса нужно разбираться отдельно, потому что ребенок это очень нежное существо, и на нем отражаются практически все события окружающего мира, и в общем это надо понимать. Поэтому до определенного возраста ребенок нуждается, скажем так, в защите и в общем в том, чтобы родители его оберегали от чрезмерных стрессов, от чрезмерных потрясений. Ну, в общем, вот так, при этом, то есть правильно, то есть, скажем так, момент педагогический, момент правильного воспитания, он здесь очень и очень важен. естественно, причем это касается не только семьи, вот, где ребенок живет, да, то, что он видит, но то, что он слышит. То есть, это может быть даже не там ссоры, которые вот он видит, да, но и те разговоры, которые он слышит, и он воспринимает их не совсем так, как воспринимают взрослые, поэтому очень нужно внимательно следить за тем, о чем в семье говорят. Еще бабушки и дедушки, которые считают, что можно потакать, должна быть единая линия поведения, это работа, это с таким ребенком, это целая работа, это каждый должен понимать, что вот выработана например такая система подхода к этому ребенку, да, он не может например там на чем-то долго сосредотачиваться, значит, нужно, чтобы смена занятий была, да, чтобы все говорили и делали одинаково, а не так, что появилась бабушка, которая ути, пуси, муси, муси, и семилетний пошел в разнос, так что держите их немножко подальше в такой ситуации, или делайте их союзниками, сказала бабушка, которая сама не может ну да, отношения между родителями и бабушками тоже могут это, вот это очень тяжелая, да, составляющая, особенно при таких детях, видела я это, при любых детях надо сказать, при таких это ярче видно, да, да, при таких это сложнее и ярче видно, я понимаю, что как бы от знания до реального воплощения эта дистанция очень большая, но с другой стороны, что если мы это знаем, то это уже как бы полдела, да, сделано, самое главное здесь, вот наша задача это дать информацию, а дальше уже в каждую семью мы не можем залезть, поэтому мы родителей доносим, а дальше они решают, что для них приемлемо, что неприемлемо и так далее, и так далее. Ну что, еще вопросы у нас есть? За торможенность, я думаю, это надо отдельную лекцию делать, потому что за торможенность это совсем другое состояние. Да, да, и там другой дифференциальный диагноз, и там другой механизм действия. Я не ставил целью это освещать сейчас. Понятно, нет, просто последний вопрос. Из вопросов, да, из вопросов. Вот, так что здорово, спасибо, доктор Аркадий. Может быть, кто-то хочет добавить, я не претендую на стопроцентную, так сказать, информированность. доктор Рима, есть чего добавить так, чисто? Нет, мне очень понравились рэперные точки, которые ты им расставил, потому что самая главная задача родителей это суметь различить между поведенческими реакциями, нарушениями поведения и наличие диагноза. Вот то, о чем там, предположим, Настя в прошлый раз сказала, вот он устал и начал бегать или он бегает, потому что он гиперактивный. Точечки, которые им сейчас даны, это основа на то, что можно опереться. Дальше все равно родители сами ничего не сделают, им нужны либо мы, либо нужен им хороший специалист, поэтому вот алфавит выдали, слова будем составлять, если нужна помощь. Я думаю, я думаю, что те, кто как бы там не успел запомнить или не успел там записать, будет, да, выложено, поэтому всегда можно вернуться и прослушать. Да, Настя, правильно я говорю? Да, да, конечно, и выложено, и в текстовом варианте, что же потом это будет? Да, потому что я понимаю, что это запомнить, записать, я не ставил цель это задиктовать, просто чтобы это было чисто информативно, чтобы всегда к этому можно было бы вернуться, посмотреть, примерить к своему ребенку, вот, и опять же в любом индивидуальном моменте мы открыты для консультации, и пользуясь случаем, я прошу прощения у тех, кому не сразу отвечаем, мы просто физически можно не успеть, но все равно вернемся, к тем, кто задает вопросы в личку, мы все равно возвращаемся, может быть, там не очень быстро, особенно, если это не очень срочно, но все равно. И особенно, если это расшифровка электроэнциклограмм, программ, это непростая история, время, надо сесть посмотреть, не компьютеры, на самом деле, поэтому. Ну вот. Спасибо, доктор Аркадьевич. говоря, Давид, тебе слово, что там дальше, или мы заканчиваем. Заканчиваем, я думаю. Всего доброго всем, будьте на здоровом и радостном. Значит, следующее, Настя, это гомеопатия, да? Ура, вот что интересно. Спасибо большое, Аркадий, информационный. Надо понимать, что это не всеобъемлющее, это применительно вот к нашим проблемам, к нашей теме, и очень будет, я постараюсь это сделать очень практично, чтобы это было реально, реально использовано. Спасибо большое, доктор Аркадьевич. Спасибо большое. Такая информация, нигде ее не найти, на самом деле. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, доктор Аркадьевич. Спасибо большое. Спасибо.